Всем добрый день! Итак, возле монитора собрались те, кто хочет помолодеть на 5-7 лет. И это будет, если вы начнете употреблять одно волшебное масло, с которым я вас сегодня познакомлю. А может быть, кому-то просто-напросто напомню. Вот лично мне 45 лет, и у меня это масло появилось на столе лет 6 назад, потому что я до этого вообще о нем не знала. Пока не было такой случайной покупки, случайного приобретения, когда я уже стала изучать, а что это за маселка, у меня просто что называется, знаете, слезы из глаз. Вот настолько я прослезилась, настолько вдохновилась этим самым маслом. Потому что даже была информация, что это масло помогает француженкам оставаться всегда молодыми, красивыми, стройными. А это масло настолько популярно в Европе, что его используют и с целью заправки салатов, и в косметических каких-то целях. Но самое печальное, что этому маслу более 3000 лет на самом деле. Еще до 40-х годов прошлого столетия оно широко использовалось и в пищу, и опять-таки в косметику, и с некоторыми целями такими промышленными, что называется. Его добавляли в лампы, да, вот для того, чтобы они горели. Вот эти масляничные, в общем-то, я не знаю. Но настолько это было популярное масло, которое, к сожалению, стали забывать. Но оно вот потрясающе по составу. Более того, это масло уже рекомендовано Российской Академии Медицинских Наук к употреблению больными, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вот такое масло. Ну а теперь, собственно говоря, что же это за масло и из какого растения оно сделано. Это растение иногда называют ложный лен. Это же растение, вот в Европе его называют золотое удовольствие. Представляете, растение называют золотое удовольствие. Это же растение еще имеет один синоним, как немецкий кунжут. Ну а мы его больше знаем, тыдыщ, как рыжик, как рыжиковое масло. То есть масло, которое никакого отношения, естественно, к грибам, рыжикам не имеет. Но практически все уже видели вот эти засеянные желтым мелким цветочком поля. И мы в основном знаем, что вот это самое растение, желтое, рыжик, используют для получения биотоплива. Вот представляете, насколько много эффектов у этого самого рыжика. Но возвращаемся к нашей пользе и для здоровья, и для здоровой кожи, и для молодости, и для красоты. Действительно, если вы будете потреблять это масло каждый день, ну или хотя бы вот курсами проходить, да, или по возможности, как можно чаще его использовать в пищу, ваш организм начнет омолаживаться. Это как пить дать, это 100%. Почему? Потому что в этом масле такой состав, который помогает очистить не только печень вашу, не только желчные протоки, к чему мы постоянно стремимся, да. Да, новомодные веяния, но это в принципе не мода, так и должно быть, да. Но это же масло прекрасно очищает нашу кровеносную сосуду, очищает наши сосуды. Соответственно, если мы с вами очищаем сосуды и печень нашу, это уже два важных фактора, которые вообще в целом влияют на состояние нашего организма, ну и кожи, конечно. Так что такого уникального в этом масле? В прошлом ролике я вам говорила про льняное масло, я говорила, какой волшебный состав у льняного масла, насколько оно богато омега-3 и омега-6. Но на самом деле у рыжикового масла не менее богат и потрясающий состав. А все почему? Да, омега-3, вот этих самых незаменимых жирных кислот, омега-3 и омега-6, которые наш организм не может синтезировать, но они ему крайне важны, мы их должны получать с пищей. Так вот, омега-3 здесь, конечно, в меньшем количестве, чем в льняном масле. Но очень правильное, очень хорошее соотношение омега-3 и омега-6, буквально там два к одному. Так вот, смотрите, вот это соотношение очень важно для нашего организма, потому что я специально упустила вот этот вопрос соотношения. Дело в том, что мы с вами омега-6 потребляем в достаточном количестве, можем потреблять. И чаще всего растительные масла богаты, и вообще наша еда, которая содержит там рафинированные, нерафинированные масла, то есть она обогащена омега-6. Но в большом количестве, как раз-таки само по себе омега-6, вот сама по себе жирная кислота омега-6, она может нашему организму навредить. И вместо того, чтобы получить вот этот самый эффект эластичных сосудов без холестерина, да без холестериновых бляшек, наоборот, этот самый холестерин может у нас откладываться. Поэтому очень важно употреблять в пищу правильное соотношение омега-3 и омега-6. Да, здесь есть омега-9, но в принципе я не говорю об этом, потому что омега-9 наш организм способен вырабатывать и сам. Вот смотрите, в рыжиковом масле омега-3 и омега-6 сбалансированы. Поэтому эффект оздоровительный на сердечно-сосудистую систему здесь он более выраженный. И действительно рыжиковое масло тоже имеет эффект противоатеросклеротический. Является профилактикой таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт, инсульт. В общем-то тоже не дает откладываться плохому холестерину на стенках сосудов, делает наши сосуды эластичными. Но в целом поддерживает молодость и здоровье нашей сердечно-сосудистой системы. Конечно, рыжиковое масло точно так же влияет на иммунную систему, на центральную нервную систему, на работу головного мозга. Кстати, вот про нервную систему и работу головного мозга, да, мозга, здесь присутствует отдельный вид омега-3, как альфа-линоленовая кислота. Да, нам важны те омега-3, которые присутствуют в жирной рыбе и рыбьем жире. Но вот эта самая Алла, она помогает девочкам нам, да, когда у нас начинаются такие проблемы, как девичья память. Когда мы с вами начинаем страдать либо пробелами в памяти, провалами в памяти. Вообще у нас вот с памятью начинаются какие-то проблемы, так что рыжиковое масло поможет вам справиться с такой проблемой, как, фух, я же не говорю склероз, да. Ну вот девичья память, конечно, у нас будет под нашим контролем. Ну и это еще не все. А здесь, в рыжиковом масле, токаферолы, витамин Е представлены двумя видами, альфа и гамма. Поэтому это масло более богато в плане витамина Е, как мощного антиоксиданта. И это масло более устойчиво к воздействию внешних факторов. Если льняное масло хранится всего лишь месяц с момента открытия, то рыжиковое масло может храниться целый год, благодаря тому, что вот витамин Е работает как мощный антиоксидант и не дает этому маслу пропадать. Соответственно, когда мы с вами употребляем рыжиковое масло, у нас этот мощный антиоксидант тоже попадает в наш организм. И вот эти все эффекты, которые мы получаем от витамина Е, от рыжикового масла, они в разы, конечно, более богаты. И рыжиковое масло рекомендуется женщинам, у которых проблемы с менструальным циклом. Либо же его даже рекомендуют для сохранения беременности, потому что витамин Е вот в таком вот сочетании, как он представлен в рыжиковом масле, очень хорошо работает на репродуктивную функцию нашу, на нашу женскую систему. Так что потрясающий продукт. Ну и, конечно, рыжиковое масло не дает всасываться плохому холестерину в нашем кишечнике. Вот просто не дает. Есть у него такой эффект. И на рыжиковом масле гораздо удобнее и приятнее готовить, потому что это не просто масло для заправки продуктов, вот там салатики. На этом масле можно жарить. Причем оно более комфортно для жарки, чем оливковое масло или же подсолнечное масло. Потому что у него вот этот процесс дыма, образование дыма, он у него при очень большой температуре. Я не знаю, как нужно накалить это масло для того, чтобы пошел дымок. Кстати, кстати, рыжиковое масло считается более эффективным, чем оливковое масло. В плане омега, воздействия на сердечно-сосудистую систему и в плане выведения холестерина. Потому что есть научные данные, когда пациенты, у которых повышен был холестерин, принимали рыжиковое масло, оливковое масло. Так вот, после рыжикового масла результаты были значительно лучше. Поэтому оно более эффективно, еще раз, чем оливковое масло. Ну и еще один нюанс про рыжиковое масло. То, что в нем содержатся каротиноиды. То есть, вот я думаю, многие слышали о том, что витамин А, это витамин молодости и красоты. Он очень важен для нашей кожи, да и вообще для функционирования нашего организма. Поэтому в этом масле есть каротиноиды, пусть их не так уж много, но они присутствуют. Поэтому есть еще одни компоненты, которые оказывают омолаживающий эффект на нашу кожу. Так что это касательно в питании. Ну а в плане кожи, вот это масло рекомендуется. Его сейчас реабилитируют, ну точнее не реабилитируют, а начинают назад активно использовать в плане косметики. Потому что его стараются вводить в кремушки, в помады, в уходные средства. Потому что у рыжикового масла потрясающий увлажняющий эффект. Просто сказочно увлажняющий эффект. И в следующем ролике мы с вами сделаем обязательно омолаживающую маску для очень дряблой, морщинистой, тусклой кожи. Кто сделает, он вот после первого применения получит результат кожи. Будет буквально нежная, бархатистая. Действительно, если у вас повышенная сухость, вы получите облегчение уже после первой маски. И все почему? Опять-таки и каротиноиды, и витамин Е, и омега, которые буквально латают все несовершенства на нашей коже. Поэтому вот такое вот очаровательное, потрясающее рыжиковое масло. Принимайте, ну в среднем рекомендуется, столовую ложку в день рыжикового масла. Вот для того, чтобы поддержать свой организм. И обязательно, после того, как вы где-то с месяц-два попринимаете это масло, ну фотографии делать, да, вот бессмысленно. Но я думаю, что каждый из вас прочувствует, насколько ваш организм, тело, да, вот стало легче себя чувствовать, что называется. Но отражение в зеркале однозначно вас порадует. Поэтому берите себе на вооружение вот такое. Не просто классное масло, а масло действительно омолаживающее. Но мы с вами готовимся делать омолаживающую маску. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов, или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов, или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция. Продолжение следует...